Доброго времени в студии Анастасия Дороган и это главные новости за неделю. Федеральная антимонопольная служба направила письмо нефтяным компаниям и частным ЭЗС о необходимости снизить цены на топливо. Они адресованы компаниям в Белгородской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и Дагестане. В Алтайском крае сообщений о нарушениях не зафиксировано, но проблемы с горючим наблюдают во всей стране. На Алтае дело уже не только в цене, но и в количестве горючего, что отразилось на уборочной компании. Она в этом году и без того сложна из-за погодных условий. С какими успехами сельхозпроизводители завершают первую неделю октября и как сейчас обстоит ситуация с топливом, узнавал Данил Кузнецов. Нехватка топлива все же дошла до Алтайского края. На ЭЗС нередко можно увидеть, что некоторые колонки не работают, отчего образуются очереди. Однако, если простые жители могут подождать, у агрария в каждый час на счету. Сельхозпроизводители натерпелись за сентябрь, который не давал убирать урожай из-за непогоды. В августе был дождливый, сентябрь. Естественно, расход дизельного топлива при работе и комбайнов, и тракторов на вспашки зяби, и на пассиве азимы, расход дизельного топлива значительно увеличился. Я оцениваю это примерно процентов на 50, может быть даже на 70. Повышенный спрос на топливо в уборочную и его нехватка привели к тому, что оптовая цена доходила до 95 тысяч за тонну. Такую сумму зафиксировали в Комитете по аграрной политике Краевого парламента. А это почти на треть больше среднерыночной стоимости. Причины дефицита и оверпрайса просты. Продажа нефтеперерабатывающими заводами горючего за границу по серым схемам. Ситуация доходила до того, что в некоторых районах края крупногабаритную сельскохозяйственную технику приходилось заправлять на АЗС. Ситуация на рынке ГСМ это тема для аграриев и для всех нас в настоящий момент наиболее острая и требует особого внимания. Но проблемы сейчас испытывают в основном малые хозяйства, где требуется не очень много горючего. На крупных сельхозпроизводителей скачки в топливной сфере сказались не так сильно. Вообще, если говорить о тех серьезных руководителях крестьянско-фермерских хозяйств, то, конечно, они заранее беспокоятся и закупают и на пассивную, и на уборочную страду. По информации Министерства сельского хозяйства края, аграрии закупают по ходу сезона примерно треть горючего. Поэтому уборочное вряд ли встанет. Тем более, большая часть урожая уже получена. Зерновых и зернобобовых культур убрано с 60% площадей. На данный момент нехватки ГСМ для проведения уборочной кампании в регионе не зафиксировано. Ситуация с обеспечением и ценами на ГСМ находится на контроле, мониторится, идет взаимодействие с федеральным центром. Из-за затягивания уборочной фермеры работают в круглосуточном режиме, используя каждый сухой день. В любой возможный момент ведут обмолот, приспособились к сушке урожая в несколько этапов. А губернатор Виктор Томенко обратился в федеральный центр с просьбой увеличить поставки в край пропан-бутановой смеси. Из-за влажности зерна его приходится больше сушить. И сейчас при сборе с полей 60% урожая сушить нужно миллион тонн зерновых и зернобобовых и 700 тысяч тонн масличных культур. По данным на начало недели, сбор зерна в крае составил почти 3 миллиона тонн. Площадь убранного рапса почти 70%, льна масличного 35%, сахарной свеклы половина площадей. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае на этой неделе проходил первый благотворительный выезд для родителей и детей, нуждающихся в палиативной поддержке. В нем участвовало всего три семьи, дети в которых болеют ДЦП, синдромом Ли и Костелло. А всего в крае нуждаются в палиативном лечении почти 300 мальчиков и девочек. Для чего организовали такой выезд и какие проблемы на нем поднимали, расскажет Юлия Щепина. Дерево. Я вот еще подрисовала листочки и птички нарисовала, и солнышко. Это Диана. Ей 15 лет, диагноз ДЦП. Девушка помогает родителям по дому, любит рисовать и обожает животных. У нее ход и три собаки, одна из которых – Алабай. Вера была маленькая, она жила дома до зимы, чтобы вырасти. То есть она ложилась вот для холодильника и ноги так растягивала и спала всю ночь. То есть или у меня на коленках. У Дианы есть сестра-двойняшка Эвелина с более тяжелой формой заболевания. Сейчас девочки и еще две семьи проходят реабилитацию в рамках благотворительного выезда, где с ними работают психологи, педагоги и волонтеры. Это первый подобный выезд в Алтайском крае. И возможным он стал благодаря помощи неравнодушных людей. Можно сказать, это пилотное мероприятие, цель которого – показать, какая помощь нужна детям с неизлечимыми заболеваниями на регулярной основе. Наши дети сейчас почувствовали, как облегчение им хорошо. Видно, что и улыбаются, и как-то и ручками что-то пытаются, там цветочками играет уже. Случаев ДЦП в Алтайском крае немало, но есть и дети с редкими генетическими заболеваниями, которые сложно диагностировать. У Вероники синдром Ли. Страдает нервная система и процессы метаболизма. У Вероники произошел метаболический криз, следствие реанимации и установка трахеостомы. И вот первый раз мы попали в палеотивное отделение как раз в прошлом году, летом. Когда ты становишься палеотивным пациентом, двери вокруг начинают закрываться. В плане того, что специалисты, они уже так напрягаются, да, что есть риски, да, у ребенка. И не каждый специалист обладает квалификацией. Вероника на учете в палеотивном отделении больницы Барнаула. Получает базовые медикаменты, расходные материалы и оборудование. Дополнительные витамины приходится заказывать. В обычной аптеке их не купишь, а российский аналог не так эффективен. Но самое главное, подчеркивает Александра, закрылись двери к оказанию социальной помощи. ЛФК, психолог, логопед. А это Женя. Ему 12, у него синдром Костелло. Случай один на миллион. Родители ежемесячно тратят порядка 60 тысяч на уход и реабилитацию. Не всегда родители с тяжелыми детьми могут прийти в поликлинику, проставить уколы. 20 штук, да, курс, например. Я могу, допустим, поставить уколы. Капельницу я не могу поставить. Хочется, чтобы в городе у нас привлекли внимание всех, кого можно, что какой-то хоспис или как-то его назвать, да, вот центр такой палеотивный, чтобы там дети, ну даже и взрослые от нуля до 35-ти могли получать вот такую помощь, необычную какую-то, с привлечением специалистов. В то же время комфортное пребывание, потому что вот когда мы в реанимации, что, кстати, очень актуально, у нас в крае нет реанимационных палат, где мама может быть с ребенком находиться. В рамках благотворительного заезда семьи как будто репетируют необходимые условия. Здесь дети живут с родителями. Они проходят реабилитацию, ходят на массаж, занимаются арт-терапией. Все это и нужно проводить в рамках специального центра. Семьи говорят, что в таких хосписах пациенты пребывают в отдельных палатах, проходят различные методы лечения, адаптированные индивидуально под каждое заболевание. Кстати, в других регионах такая практика имеется, например, в Уфе. В Алтайском крае такого центра нет. И сейчас эти семьи благодарны за возможность участия в шестидневном слете его организаторам и спонсорам. В Алтайском крае проживает около 300 детей с палеотивным статусом, и каждый родитель стремится сделать качество их жизни лучше. Поэтому они надеются, что в скором будущем в Алтайском крае появится такой хоспис. И даже готовы приложить усилия к его созданию. Ведь все это ради детей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Наколоть дрова, оформить льготу, передать письмо. В каждом муниципалитете оказывают помощь участникам СВО и их семьям. За полтора года спецоперации в районах Алтайского края выработали свои способы взаимодействия, чтобы адресная помощь поступала в срок и в нужном объеме. Все это обсуждали в Бийске главы и заместители глав сельских муниципалитетов вместе с депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Подробности у моих коллег. Они оказывают помощь тем, кто ушел воевать, и их семьям. В Бийске собрались представители нескольких районов. Залесовского, Зонального, Троицкого, Косихинского и других. В каждом при администрации создан фонд поддержки, который пополняется из бюджета территорий и за счет отчислений спонсоров. Местные власти привлекают к сбору средств большой круг благотворителей, например, в Целинном районе сельхозпроизводителей. Мы написали прошение, уважаемые товарищи, просим оказать вас посильную помощь. Но мы маленько по-другому сделали. 100 рублей с гектара. Знаете, никто не отказал. Никто. То есть мы за две недели собрали 6 миллионов рублей. Мы подготовили два автомобиля УАЗика. Один приобрели на средства, которые как раз фермеры собрали, уже отправили. И второй наш, муниципальный, тоже подготовили. Уже нашелся человек, приезжал, посмотрел оттуда, участник СВО, наш земляк, который будет непосредственно на нем выполнять задачи. На средства, собранные муниципалитетами, закупают для участников СВО автомобили, обычные инструменты, пилы, болгарки, приборы ночного видения, квадрокоптеры. Помощь от районов получают и родственники участников спецоперации. Это и покупка дров и угля, ремонт дома, подключение к интернету. Администрации районов изыскивают средства для адресной поддержки. А еще муниципалитеты привлекают средства благотворителей и опираются на ветеранские организации и волонтеров всех возрастов. Они шьют весь мешки, мы туда кладем, как правило, каремат, термосиденье, спальный мешок, немного тушенки, лапши, белье. Сети мы также плетем. У нас новое направление освоили супы, то есть сушат продукты, вот эти супы, которые можно кипятком заваривать. Александр Прокопьев рассказал о волонтерах Барновойской академии гостеприимства, которые шьют сейчас дождевики для наших земляков, участников спецоперации. По предложению депутата, плащи будут доставляться в муниципалитеты для адресной передачи. А к сегодняшней встрече сотрудники фонда Александра Прокопьева скомплектовали аптечки для участников СВО общей стоимостью более 1,3 млн. рублей. Сегодня мы с главами районов обсуждали, как идет взаимодействие с участниками СВО и их семьями в каждой территории. Фактически это был обмен опытом. Мы договорились о совместной акции. Я передал аптечки с препаратами от простуды в районной администрации. Они будут передавать их нашим бойцам, которые прибывают в отпуск. Так, благодаря инициативам своих земляков, алтайские бойцы получают помощь не только на уровне принятых стандартов. Меры поддержки расширяются. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. На этой неделе в России отмечали День учителя. Это важный праздник не только для самих педагогов, но и буквально для каждого из нас. Ведь все мы когда-то сидели за партами. В последние десятилетия наша жизнь очень быстро меняется. И современным детям требуются уже более актуальные дисциплины и навыки. Например, почти с младенчества детям стараются привить любовь к языкам, дают базу IT. А некоторые пытаются взросить в сыновьях и дочерях бизнесменов. И в крае есть такие образовательные учреждения. Тяга детей к предпринимательству уже не новость. Это признают эксперты. Но насколько это безопасно для мальчиков и девочек? И нужно ли этому учить? Об этом моя коллега Ирина Корчагина поговорила в День учителя с руководителем образовательного проекта «Фабрика предпринимательства» Ксении Тукало. Ксения, вы не преподаватель, но вы предприниматель. Руководите «Фабрикой предпринимательства для детей». Зачем вообще детям знакомиться с такими, казалось бы, взрослыми понятиями? Что им это дает? И нужно ли вообще детей из такого раннего возраста знакомить с бизнесом? У нас дети разных возрастов от 6 лет до 18 лет. Именно в этом возрасте формируются навыки. Не люблю английские слова, но скажу, у нас есть hard skills, есть soft skills. Как раз таки в нашей школе мы развиваем soft skills. Именно мягкие навыки. Что это такое? Сейчас у нас современные дети, они не хуже нас, как говорят некоторые поколения. Они просто другие. У них и отличается мышление, клиповость мышления. Они воспринимают сразу целостность картинки в отличие от нас. Вот мы обучаем именно мягким навыкам, то есть умение взаимодействовать, коммуницировать с ровесниками. То, что является прям болью нашего поколения. И, конечно же, формировать это лучше в более юном возрасте. Целеполагание, тайм-менеджмент, коммуникация, ораторское искусство, лидерское искусство. Это вот то, что не обучают у нас в вузах, так скажем, в школах. Там у нас hard skills, у нас же упорно-мягкие навыки, soft skills. Вы уже затронули тему, чем отличаются поколения взрослые, и вот чем сейчас современные дети отличаются. Так вот, есть ли здесь еще у детей преимущества перед взрослыми в плане каких-то стереотипов, отсутствия стереотипов? Конечно, есть. Сейчас они более открыто, так скажем, с распахнутыми глазами смотрят на мир. Они именно впитывают эту информацию. Безусловно, мы стараемся, педагоги нашей фабрики, они стараются найти подход к каждому ребенку, стараются общаться с семьей ребенка. Обязательно после занятий идет обратная связь по каждому нашему подопечному, так скажем. Но без семейной поддержки, без участия в семье, к сожалению, невозможно добиться той цели, задачи, которую мы ставим. Дети, которые приходят к вам общаться, запускают какой-то проект, вот для них это игра? Не буду говорить, что нас все сразу же защищают бизнес-проект и станут предпринимателями. Был случай, девочка выиграла грант 14 лет, но она выбрала направление деятельности пиццерии. Но даже мне 32 года открыть пиццерию, другое направление, будет сложно. А ребенок, конечно же, он не воспользовался мерой поддержки. Поэтому многие дети довольно-таки серьезно относятся к этому. В этом году у нас небольшие стажем трансформации. У нас дети будут готовить бизнес-проекты реальные. Например, Платон занимается микрозеленью у нас, значит, будет либо оборудование, либо сырье. Кто занимается мыловарением, значит, будут опять-таки оборудование и нужные ресурсы для дальнейшей деятельности. И, конечно же, они загорелись этой идеей, что теперь они не просто с бизнес-проектом диплом получили, установленного образца и все от фабрики, а мы еще помогаем им бизнес-проект трансформировать либо под социальный контракт, если это семейный доход позволяет, либо под гранты. Я думаю, наверняка у многих, может быть, даже у родителей, которые посмотрят интервью, есть мнение, что дети должны оставаться детьми, а не пытаться строить бизнес. Пусть даже отчасти в какой-то игровой форме. Вот что скажете на это мнение? У нас нет такой задачи даже абсолютно. Наоборот, мы проводим интерактивные все в виде игровой формы занятия. У нас 20% теории, 80% практики. Если приходят предприниматели действующие, наставники нашей успешной города Барнаула, это в игровой форме происходит. Но опять-таки по-серьезному дети задают вопросы про бизнес-модель, про финансовый план и так далее. Действия, наоборот, мы не забираем. А действительно ли сейчас много детей стремятся с юных лет получить нужные навыки для построения своего дела? И если да, то с чем это связано? Свежая статистика. Проводили мероприятие в Барнаульской школе. Номер не буду называть. Нас пригласили туда. И когда спросили, кто хочет стать предпринимателем, было 5 классов. В каждом классе 15-16 человек поднимали руку. И причем они четко давали ответы. Дети 3-й класс. Они четко давали ответы, кто такой бизнесмен, кто такой предприниматель. Это 50%. Вы уже частично ответили на этот вопрос, но все-таки его задам. Когда мы говорим о предпринимательстве, наверное, дети могут как раз думать о том, что они там будут потом зарабатывать миллионы. Но если вот ребенок проходит обучение, пусть он не станет зарабатывать, но он получит какие-то навыки. Вот в обычной жизни, в школе, в семье, в обществе, как эти навыки будут его отличать, чем они ему помогут? То есть чем полезно вообще, наверное, всем детям получить какое-то подобное образование? Мы ведем успехи наших детей. Ребенок приходит до, мы впечатляем, ведем портфолио, запечатляем. И ребенок после. Поэтому здесь наглядный пример. Ребенок приходит до замкнутости, даже, скажем, не замкнутости, а умения коммуницировать в интернет-ресурсе. Это тоже боль нынешнего времени. По итогу, он уже, есть живой пример, у нас в школе мальчик, второй год у нас остался, ему 14 лет. Пришел один ребенок, не умеющий взаимодействовать с социумом. Сейчас это ребенок, у которого бизнес-модель, бизнес-план. Он хочет ее развивать, поддерживается правильного питания, и он лидер. Он один из лидеров на нашей фабрике. Конечно, это пригодится в школе. Умение вести со собой, умение считать свое время, умение распоряжаться финансами. Это то, учиться надо. Мы их поощряем за хорошие оценки в школе. Но и нужны эти навыки, чтобы комфортно себя чувствовать в окружающей среде и в социуме. В обществе последние годы складывается такое мнение, что быть предпринимателем круто, быть наемным работником не круто. Ну вот, как вы уже сказали, что даже по опросу детей это понятно. Это здоровая или все-таки нездоровая тенденция в масштабе общества? Я считаю, что так категорично, чтобы звучало, что предпринимателям быть круто, а наемным специалистам нет, это однозначно я с этим не согласна. Потому что есть высококвалифицированные действительно специалисты своего дела. И в конце концов я тоже работала в найме. Я не сразу стала предпринимателем. У меня был, так скажем, путь в эту деятельность. Предпринимательства должны идти, у кого горят глаза, у кого есть четкий план, кто не боится брать риски на себя. Специалисты, опять-таки, тоже надо уметь быть этим специалистами. Я считаю, у нас много и молодых специалистов, и специалистов уже, так скажем, которые перешли грань молодежи. Но я не считаю, что они не круче, чем быть предпринимателем. Я думаю, дети с возрастом это осознают. Я уверена, и на фабрике у нас не все откроют свой бизнес, но кто-то станет действительно просто специалистом, высококлассным в своем деле. И в продолжение темы. Слова благодарности на этой неделе звучали не только для педагогов, но и для наставников. Например, спортивных тренеров, которые взращивают в детях чемпионский дух и учат справляться с жизненными трудностями. Для моего коллеги Данила Кузнецова самым ярким педагогом стал тренер по фехтованию Валериан Феоктистов. За свои годы мужчина воспитал не одну сотню детей и вывел этот вид спорта из стагнации. В честь 60-летия алтайского фехтования мы решили сделать репортаж о том, как Валериан Феоктистов готовит своих воспитанников. На своих занятиях Валериан Феоктистов оттачивает технику спортсменов и готовит их к всероссийским соревнованиям. Такой пример знаменитый алтайский тренер подчеркнул от отца. Именно Владимир Феоктистов 60 лет назад основал школу фехтования на Алтае. Спорт – семейная традиция. Дома все в фехтовании, все папины друзья. Он меня с собой брал регулярно маленького на сборы. Я эти все пропитывался. И когда дошел до определенного возраста, я, конечно, захотел этим заниматься. Для меня было тяжело. У папы были очень много высококачественных учеников. И мне было страшно, что я не оправдаю его надежды, что я не смогу добиться каких-то таких результатов, чтобы мой папа мой гордился. Результаты были. С первого раза выиграл первенство страны. Дальше – больше участия в европейских и мировых соревнованиях. Однако скоро пришлось закончить. Одна из причин – здоровье. Как сказал Валерий Анфеоктистов нашему телеканалу в 2012 году. Ну, в какой-то степени грустно, но уже пора заканчивать. Здоровье уже пошаливает. Травмы все больше и больше дают о себе знать. Кстати, у фехтовальщиков какие травмы-то бывают? Уколы? Да, уколы. Ну, больше всего страдают коленные суставы, поясничный отдел, позвоночная столба. Потому что стойка однобокая, фиктует одна рука. И поэтому, конечно, позвоночник очень сильно страдает. Уже более 10 лет он живет достижениями учеников. Сейчас тренирует взрослый состав. Однако с некоторыми начинал с самой юности. Валерий Владимирович – это мой первый тренер. Мы с ним очень давно работаем. И он самый лучший. А почему он самый лучший? Ну, он всегда поддерживает. Всегда поможет. И не только в фехтовании, но и в жизни. Кстати, я и сам занимался у Валериана Владимировича. За 5 лет я получил звание кандидата в мастера спорта. И хоть мною был выбран другой путь – журналистский. А руки-то помнят? Молодец! Спасибо! Кстати, обучает он довольно строго. Как сам признается, стиль преподавания у него своеобразный. И вот это самое, по моему мнению, автолитарный стиль преподавания, он дает вот именно такие плоды, что люди потом занимаются именно профессиональным спортом и индустрией. И там достигают высоких результатов. А если ты занимаешься, естественно, начальной подготовкой спортсменами, то кому как? Тут, конечно, надо быть и мамочкой, и папочкой, и нянечкой. Тут уже автолитарный стиль не работает. Все зависит от степени мастерства твоих спортсменов. Чем выше, тем жестче. Особенно высокие требования были к первой серьезной ученице – Анне Смирновой. В этом году он остал победительницей первенства страны. Весь изученный опыт Валериан Феоктистов вложил в Кирилла Шаповалова. Поэтому в 16 лет он получил звание мастера спорта. Сейчас на него делается большая ставка, ведь он вместе с Анной Смирновой вывел алтайское фехтование из 10-летней стагнации на топовые позиции, взяв не одно призовое место на всероссийских соревнованиях. Однако и ему было нелегко, особенно на первенстве страны. У меня все начало не получаться с группы. Я проиграл два боя, достаточно не очень хорошо отжеребился. И начал фехтовать очень, так сказать, неуверенно. Я свой первый же бой за вход в 32 начал проигрывать. Он, естественно, подошел, говорит, давай, включайся, собирайся. Перед тобой просто какой-то мальчик стоит, начинаешь фехтовать. Вот я его выиграл. Сейчас он занимает призовые места почти на всех соревнованиях, где участвует. На этот сезон цели Кирилла непросты. Попадание в основную всероссийскую сборную по юниорам. И если получится, выступление на первенстве мира. Однако за него переживать не стоит, ведь его обучает Валерий Анфеоктистов. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В парке юбилейный завершается второй этап благоустройства. Недавно там высадили еще несколько деревьев, на днях установили велопарковку, а скоро на территории появится благоустроенный туалет. Наша съемочная группа отправилась в парк, чтобы выяснить, как возрождается юбилейный. Самое сложное было, наверное, на первом этапе, когда здесь строители зашли, и здесь просто был пустырь, то есть заброшенное место. Это новая страница в жизни парка. Теперь без закладок. Сегодня юбилейный, как и много лет назад, притягивает жителей города. Недавно в парке по всему периметру обустроили велосипедную и беговую дорожки. А буквально на днях здесь появилась велопарковка. Выбрали в этом месте поставить велопарковку, потому что точка притяжения у нас, одна из точек притяжения, находящаяся возле главной сцены, в центре парка. То есть удобное место, расположение. Можно приехать, поставить велосипед и идти на мероприятие, к примеру, или на субботник. Сегодня общественники подводят итоги второго этапа благоустройства парка. Сделано многое. В этом году здесь высадили порядка 250 деревьев. Березы, липы, черемуху. Недавно со стороны Гущина появились хвойные. Кстати, барнаульцев часто интересует вопрос, зачем высаживать деревья в и так зеленом парке. В социальных сетях очень часто об этом и говорят. Ну, то есть это парк и так с деревьями, зачем сюда еще садить. Ну, все просто. Дополнительные дорожки, когда прокладывались, ну, либо даже старые обновлялись, очень много деревьев было, ну, где-то задействовано. Где-то, конечно, можно было в обход сделать, а где-то пришлось чисто технически что-то убрать. И, соответственно, это, скажем, компенсационный фон. Совсем скоро решится одна из главных проблем парка. В нем, наконец-то, появится туалет. Пока единственный на весь парк. Каждый раз в кустике бегать. У нас уже цивилизация. Вот, поэтому в этом году должен появиться модульный туалет. Уже сделали площадку, коммуникации подвели. И вот должны уже скоро поставить сам модуль. Напомним, что впереди юбилейный ждет еще два этапа благоустройства. Зафиналить работы должны к 2025 году. В следующем году здесь построят спортивные площадки, «Велоэкстрим парк» обустроят место для выгула собак. Это лишь часть работ. Что печально, парк пока живет без управляющего. Если его и не будет так дальше, то все, что здесь делается, это будет насмарку. Потому что любая среда, за которой не ухаживают, она со временем деградирует, начинает разрушаться. Нужен хозяин. Да, нужен хозяин. Ну, а в перспективе есть уже мысли, когда будет назначен этот управляющий? Ну, хотя бы вот пример. Я думаю, в ближайшее время, потому что потрачены огромные деньги. Плюс это федеральное финансирование. Надеюсь, что в ближайшее время он найдется. Кстати, 6 и 7 октября в 13.00 в юбилейном пройдет субботник. За лето на территории накопилось много мусора. По словам организаторов, субботники объединяют до 500 человек. Присоединиться может каждый. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефоноши редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует.